В 11 главе послания к римлянам говорится о том, что еврейский народ поверит в Иисуса, и это возвестит о приходе Иисуса. И сегодня вы увидите одни из первых плодов исполнения этого пророчества. Рави Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Рави Шнайдер Я родилась и выросла в Иерусалиме. Я прожила здесь 25 лет, всю мою жизнь. Я впервые услышала о Рави Шнайдере около пяти лет назад, и с тех пор слежу за ним. То, что я израильтянка, смогла найти еврея, верящего в Иисуса и Ишуа, как в Мессию, было очень ободряющим моментом. Я живу здесь, в окружении многих религиозных людей, которые не верят в Него. Но когда я слышу, как человек, одетый как ортодоксальный еврей, в кипу и другие вещи, рассказывает об Иисусе, то это меня очень ободряет, знаете. Это внушает мне веру. Это удивительно. Это была Рита, одна из многих еврейских верующих, живущих в Израиле, которых коснулось наше служение, открывая еврейского Иисуса. Сейчас мы с вами перенесемся в Иерусалим, где я служил русским евреям. Их было 500 человек. Они совсем недавно совершили аллию в Израиль. Они живут в той земле, но не знают Иисуса. Вы увидите, как многие из них впервые услышали Евангелие. Но перед этим я хотел бы почтить еврейских мессианских лидеров, живущих в Израиле. Многие из них уже много лет трудятся над распространением Евангелия и жертвуют своей жизнью ради царя Иешуа. Я хочу поблагодарить их за их тяжелый труд и подготовку пути к возвращению мессии. Это очень важные времена для нас. А сейчас давайте перенесемся в Иерусалим, и вы увидите, как многие евреи примут Иисуса Христа мессию. Я вырос в городе, который называется Кливленд, Охайо, в Штатах. И я вырос в очень еврейском районе. Все мои друзья были евреи. Я вырос в синагоге. И мне праздновали бармитву в консервативной синагоге в Кливленде. Но меня никогда не учили, что такое действительно познать Бога. Мне никогда не рассказывали, что такое иметь личное отношение с Богом. Я вырос, значит, будучи очень евреем. Но это было более культурное. Теперь продолжая. Когда я уже учился в школе, будучи подростком, я был очень сильным спортсменом. Я был борцом. И я был борцом. Я боролся с ребятами моего размера. И я очень действительно хороший был. Но когда закончился период школы, не было больше борьбы. Я начал просто искать Бога. И что случилось, что в августе 1978 года, я чувствовал, что меня пробудил Бог посреди ночи. И я просто получил сверхъестественное видение. И Бог просто явил мне Иешуа перед моими глазами. Никто мне никогда не рассказывал Иешуа. Я никогда о нем не думал. Иешуа для меня был так же далек, как человек, который на Луне. Без того, что я когда-либо задумывался бы о Иешуа. Бог меня пробудил просто в августе 1978 года. И я получил гдение. Мои глаза физические были закрыты. Но я вдруг осознавал, что что-то происходит здесь. Я уже не спал. Я просто чувствовал, что я осознаю, что что-то происходит вокруг меня. И это в один миг. Я просто увидел Иешуа на кресте. И это все видел просто в цвете. Я видел все в деталях. Я видел песок, на котором был поставлен крест. И потом я увидел яркий свет. Который пронзил небо. Беомидал на Его голову. И когда я увидел красный свет. Я увидел красный свет. И когда я увидел этот свет. Я знал, что Бог мне показывает. Что Иешуа это был путь мой к Нему. И в тот момент, 40 лет назад. Моя жизнь просто радикально изменилась. И я никогда не вернулся быть тем же. Вы знаете, что Иешуа еврей. Он пришел евреем. Его родители приезжали и привозили его в Иерусалим на каждый Песах. Он вырос, будучи мальчиком, молодым человеком, евреем. Его учения были очень еврейскими учениями. Он сказал, что он исполнил Тору. И он сейчас на небесах. Как лев из колена Иуда. И Библия говорит, что он возвращается. Как ветка Давида. Что я хочу вам сказать, это следующее. Приняв Иешуа. Принять Иешуа это самый еврейский акт, который кто-либо может сделать. Потому что он есть. Он есть еврейский мессия. Сколько из вас знаете о Аврааме? Библия говорит, что наш отец Авраам Написано в Торе Он называл быков Мамре И когда Авраам был в Мамре Написано, что появился перед ним человек И Авраам знал в тот момент, что это Бог Это не совсем странно или не по-еврейски Чтобы Бог принял на себя облик человеческий Чтобы появиться или проявиться перед людьми Мы не говорим, что Бог человек Но мы говорим, что Бог облег себя в этот облик человеческий И он научил нас настоящей истине Написано в книге Иоанна В начале было Слово И Слово было с Богом И Слово было с Богом И Слово было Бог И Слово стало плотью И обитало среди нас Значит, Бог взял на себя облик человека 2000 лет назад Его называют Ишуа Он учил учеников, учил народ Торе Он показывал на коррупцию религиозных лидеров его дней Он сказал, что Я есть путь, истина и жизнь Он сказал, что никто не может прийти к Отцу, как только через меня Он умер на кресте Пролил свою кровь За грехи человеческого Значит, мы с самого начала научились тому, что за грехи идет наказание Написано в еврейской Библии Что душа, которая грешит, умрет Вы когда-нибудь думали нехорошие мысли, ненавидели, может быть, кого-то Вы когда-нибудь имели какие-то эгоистичные ощущения, чувства Вы когда-нибудь злились на кого-то Вы когда-нибудь хотели чего-то, что не принадлежит вам Библия говорит, мы все согрешили И разве что, только если у нас есть решение То, что произойдет, это следующее Когда мы умрем Мы будем отделены от Бога Бог сказал Адаму и Еве В тот день, когда ты вкусишь с плода этого дерева Ты умрешь И действительно Они вкусили плод этого дерева И моментально Они осознали, что они голые Они начали убегать от Бога Их жизнь стала просто несчастной Их жизнь стала просто несчастной И они в конце концов умерли Потому что они согрешили Ешуа сказал Ешуа сказал Unless you believe that I am He Разве что, если поверишь, что Я есть Тот Ты умрешь в своих грехах Я пришел, чтобы сказать вам сегодня Бог sent me to you Потому что Он вас любит И Он ищет примириться с вами Он хочет примирить вас к себе Он послал Ешуа к нам Чтобы вернуть нас к Нему Через Ешуа Вы можете познать Бога Ваши грехи будут прощены через Него И когда вы умрете Вы знаете, что вы пойдете на небеса к Богу Ешуа сказала I have come to give life Я пришел дать жизнь И пришел дать ее с избытком Бог хочет благословить вас Бог хочет излить свою любовь на вас И сегодня И сегодня Он стоит и стучится у дверей ваших сердец Он хочет войти в ваше сердце Он хочет жить в вас Он хочет любить вас И благословить вас Сейчас очень особая возможность Для вас принять это Я хочу вас попросить Если вы можете со мной встать Может быть вы чувствуете Что что-то пробуждается внутри вас Бог is knocking at the door of your heart Это Бог стоит и просто стучится в двери вашего сердца Jesus loves you Он очень вас любит Он очень вас любит Он очень вас любит Он очень вас любит He'll do for you what he did for me Он сделает для вас Для каждого из вас Что что сделал для меня Он дал мне надежды Он дал мне надежды Значение А brand new future Он дал абсолютно новое будущее Я знаю, что многие из вас переживают Что-то сейчас в сердце Если ты чувствуешь, что что-то в тебе движется Что-то пробуждается Потому что ты чувствуешь Это Бог Он так тебя любит Он тебя сотворил И ты можешь найти смысл Только в нем Ты можешь узнать Кто ты действительно на самом деле Только через отношения с ним С твоим дворцом Jesus came И died on the cross for you И умер на кресте за тебя Чтобы дать тебе возможность Войти в эти отношения Если ты хочешь попросить Бога Войти в твою жизнь сейчас Если ты хочешь попросить еще Он Чтобы Он тебя спас Чтобы Он тебя изменил внутри Чтобы Он тебя простил Чтобы Он тебя благословил Чтобы Он тебя благословил Чтобы Он тебя привел к встрече С живым Богом Я хочу чтобы ты просто поднял руку Praise the Lord Praise God Praise God God bless you today God bless you today, honey Everyone God bless you today I'm telling you Jesus is alive So let's pray Father God You want to just confess it out loud Father God Thank you That you love me Thank you For sending Yeshua To die for my sins I believe in you I receive your love for me I receive you As my Messiah Yeshua Come into my heart Forgive me for my sin Wash me and cleanse me Give me your spirit Save me forever And take me to heaven I give my life to you now Send people into my life That will help me To continue on In this journey That I've just begun with you Disciple me Yeshua I pray Yeshua I pray I pray Amen 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 If you just pray that prayer Would you raise your hand God bless you If you just pray that prayer Would you raise your hand God bless you God bless you Others God bless you God bless you God bless you today God bless you today God bless you today God bless you today Praise the Lord Это было прекрасное служение где собрались более 500 неверующих. Они впервые в жизни услышали Евангелие. Многих из них коснулся Бог, Дух Святой. Мы видели много слез. Многие люди отозвались на призыв к покаянию, когда Он объяснил, кто такой Иешуа, и рассказал о еврейском происхождении Иисуса Христа. А людей это коснулось, и они открывались, и многие согласились помолиться, чтобы принять Иешуа. Я русская еврейка. Иисус пришел и умер на кресте за вас. Если честно, то даже не знаю, как это выразить. Я просто начала плакать. Был очень эмоциональный момент. Иешуа, я принимаю тебя как моего мессию. Я почувствовала это всем своим сердцем. Прекрасно было наблюдать за тем, как израилитяне открывают свои сердца для Иешуа и молятся к Нему. Это настоящее исполнение библейского пророчества. Каждый израилитянин должен услышаться Евангелие. Пора Израилю проснуться и вернуться к своему Господу. Все мы знаем пророчество из послания к римлянам 11 главы, где сказано, что весь Израиль спасется. Поэтому кому-то нужно проповедовать Евангелие и готовить почву. Это было прекрасное приготовление. Прекрасно, когда такие люди, как Рави, приезжают и проповедуют, а также используют дар евангелиста, чтобы достигать израилитян. Возлюбленные, то, что вы только что видели, очень и очень важно. Когда евреи начинают принимать Иисуса так, как вы только что видели, то это готовит духовную атмосферу для возвращения Иисуса Мессии на землю. Я хочу поблагодарить еврейских мессианских лидеров, которые живут в Израиле и полагают свои жизни на то, чтобы проповедовать о царе Иешуа. Спасибо вам за ваш труд любви для царя и для Евангелия. Наше служение имеет конкретные стратегии по достижению евреев, живущих в Израиле. Поэтому я прошу вас сеять ваши финансы в это служение, которое Господь поручил мне. Распространение Евангелия всегда стоит денег. Когда Бог сказал Моисею построить скиню, то первое, что Он повелел ему сделать, это собрать пожертвования у людей, чтобы построить мешкан, что на иврите означает скиния. То же самое правда и сегодня. Это наш мешкан. Для распространения Евангелия нужны деньги. Будь то такие поездки, как та, которую вы только что видели, или будь то телевидение, или радио, даже соцсети стоят денег. Без вас я не смогу этого сделать. Поэтому я прошу вас стать партнером Бога и моим партнером также, и сделать существенный финансовый вклад в это служение. Благодаря вашей финансовой и молитвенной поддержке мы продолжим достигать еврейский народ в Израиле и по всему миру. Если вы давно нас смотрите, то вы хорошо знаете, что я часто бываю в Африке. Поэтому я прошу вас помочь нам делать то, что мы делаем. Прошу вас стать партнером Бога и моим партнером, и сделать существенный финансовый вклад в это служение, а также молитесь за нас. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 800-777-7835 или отправьте СМС со словом РАВИ на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Рави Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Рави Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы с нетерпением ждем ваших писем. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, открывая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Дорогой Рави, я каждый день молюсь за вас, Синтий. Пусть Бог защищает вас, пока вы путешествуете и исполняете Божье призвание. Вы касаетесь жизни и сердец по всему миру, и я хочу быть частью этого. Поддержкой вашего служения радует мое сердце. Я люблю и ценю вас. Барбара. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Субтитры создавал DimaTorzok Тысячи лет назад Бог сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Поэтому принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь. Да благословит вас Господь, и да сохранит Он вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да озарит вас Господь светом лица Своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и дарует вам свой мир. Да дарует Он вам свое благословение и свой шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Прошу, войди в мое сердце и поселись в нем». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, вы теперь готовы следовать за Ним. Он изменит вашу жизнь. Если вы приняли это решение, то воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог обильно благословит вас. Я люблю вас и шалом. Я приглашаю вас начать домашнюю группу. Я представлю вам все необходимые материалы. Вам лишь нужно пригласить друзей, посмотреть программу, а потом загрузить мои записи с нашего веб-сайта. Там вы найдете все материалы, необходимые для того, чтобы начать домашнюю группу. Надеюсь, вы это сделаете. Субтитры подогнал «Симон»